доброе доброе утро девочки с собой беру один перчик два помидорчика вот такие у меня овощи без соли без всего просто овощи и здесь у меня значит картошечка запеченная я запекала в рукаве для запекания и фарш с грибами и луком пережаривала вот так вот здесь у меня порция 250 грамм а овощи я даже не взвешивала два помидорчика и один большой перчик вот такой у меня будет обед на работе на завтрак сегодня у меня запеканка творожная с бананом я всегда чередую один день запеканка другой день яичница и вот так вот ребята практически каждый день иногда кашку какой-нибудь варю но сегодня творожная запеканка с бананом и конечно же сейчас сварю кофе всем кто вместе со мной сейчас завтракает приятного аппетита и замечательного дня и конечно же крепкого крепкого здоровья таленька плотно покушал и спать лег вот так вот подлокотник у него как подушечка для головы очень любит в такой позе спать наш пацан ну а потом когда я пойду на работу он обязательно встанет и пойдет меня провожать а вечером ребята когда я прихожу с работы вот он точно также тут со мной сидит на диване я ужинаю потом уже вроде бы залезет свой лежак ляжет спать но как только я пойду собираться там на кухню и ближе к спальне он тут как тут я в кроватку он на прикроватную тумбочку запрыгнет и обязательно пожелает мне спокойной ночи вот такой вот мамин сыночек всегда рядышком всегда с мамой рядышком вот этот сладкий кожаный носик ура 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 дождалась я свой выходной день ребята у меня сегодня на завтрак кашка геркулесовая и кофе йочек на улице погода не ледная сыра смотрите как у нас снег растаял на улице плюс три градуса листья почти все уже вот облетели еще чуть-чуть и березки будут голые вот такая пасмурная сырая погода 15 октября однако уже девочки сегодня выходной я решила приготовить плов нарезала лук морковь здесь у меня мультиварочки уже жарится мяско холодной воде промываю рис нескольких водах промою виде вода тем такая мутная крахмалистая промою потом пусть немножко подсохнет ну вот девочки рассыпчатый плов готов много моркови лука мясо и рис всем приятного аппетита талянчик как обычно девочки своей любимой позе на своей любимой кроватке вот так вот сладко-сладко вырубился он помогал мне порядке наводить все контролировал а теперь уже мы все закончили и он лег спать он сегодня утром очень сильно переживал ходил за мной по пятам на каждый стук скрип сразу к дверям я говорю не переживай тошенька мама сегодня дома никуда не пойду так что вот успокоился пацан и уснул девочки привет иду я на маникюр вот такая у нас осенняя погода листья летят но еще пока держится 3 градуса на улице все дела переделала плов приготовила порядки навела пойду немножко собой займусь дождалась выходные знаете как-то даже и снимать некогда утром на работу еду темно с работы едут темно в машине снимать не получится потому что ничего не видно вот так вот так что теме непроглядное чуть-чуть света в основном темноте девочки заказывала на зоне шапочки купальные вот сегодня забрала после маникюра сделал маникюрчик и сразу зашла на озон вот такую шапочку купила по 200 чем-то рублей цену вставлю и диме взяла ну и вот ребята купальник взяла по супер распродажи цену напишу вот точно не буду врать 900 что ли рублей черно зеленый лифт вот здесь вывез не знаю для чего для красоты наверно взяла 50 размер можно было бы взять на размер поменьше можно было и 48 и плавки плавки полноценные сама себя снимаю плохо видно не укороченные все отлично вот такие вот сейчас только после улицы поэтому следы от от брюк от всего вот вот такой купальничек еще темно-зеленый тошенька как всегда рядышком мама примеряется . тут как тут до мамин сынок всегда рядышком вот так вот будет более понятно вот такой лифт с чашечками небольшими приятные и вот такие высокие трусы такая здесь не резинка просто вот как прошита ткань но держат хорошо короткие ничего вот такие вот ребят 50 размер взяла можно было поменьше так что на размер меньше можно смело брать доброе доброе раннее утро пятницы девочки тошуля поел и спать увалился хотя глазки еще открыты вот так вот сладко парень засыпает всем прекрасного окончания рабочей недели замечательного настроения крепкого крепкого всем здоровья и только позитивных мыслей всех люблю целую обнимая девчонки привет все сегодня у меня цепной я поспала до 12 после ночной смены и сейчас парикмахерскую светит солнышко яркое но ветер очень холодный холодно дима дома порядки наводит потом приду домой и с вами поболтаю вот так уже лысенька ребинки все листочки разбрасывали но осень держится теплой плюс 10 сегодня на улице вчера было плюс 11 утром шел дождик сижу лохматая голову мыть не стала в общем постригусь видите как отросла и покрашусь первый день отпуска замученные уставшие а реснички поеду в петрозаводской к доченьке сделаю на виду красоту ну а ногти я вам уже показывала как обычно осветляюсь не представляю себя в темном свете теперь тонировка цвет какой-то опять розоватый что ли но посмотрим что получится ну вот девочки уходила было светло возвращаюсь уже темнеет бегу быстрее домой дома еще дел полно дима мне полы пропылесосил и уехал по делам а мне сейчас надо все намыть ванну раковины и полы намыть чтобы чистота красота была завтра придет подружка моя юленька посмотрит фронт работы в общем она останется с тошей дома ножку с собой не берем потому что полетим мы на самолете мы с тошенькой ведем беседу я вот его спрашиваю он со мной пойдет спать или не со мной а то шуля спать-то пойдем мама устала сильно сильно хочет спать добрый добрый день дорогие мои девчоночки как же мы давно с вами не общались вот что значит работа все мои хорошие я отдыхаю сегодня у меня и завтра еще выходной официально 25 октября я в отпуске вчера сходила покрасилась и постриглась стрижка и покраска четыре с половиной тысячи рублей по дороге уже не стала говорить в общем парикмахер мне сказала давай лена мы с тобой зафиксируем эту сумму и ты теперь всегда когда будешь ко мне приходить напоминай в общем цена должна быть одна и та же не знаю правда на какой период времени в общем за ногти я заплатила две тысячи рублей маникюр ребята подорожал тут четыре с половиной ну и реснички мне в этот раз сделает доченька бесплатно так что поеду в отпуск красивая сегодня у нас погода плюс 7 градусов но идет дождь и дождь такой знаете прям на целый день вчера была яркая солнечная погода но был сильный ветерок такой знаете прохладный но плюс 11 градусов 10-11 вот так вот держалась так что осень у нас в этом году теплая такая затяжная когда вернемся не знаю какая будет погода ну что ребятушки мы купили билеты на самолет до петрозаводскому едем на своей машине с петрозаводска мы летим на самолете до сочи думали думали ехать на своей машине ехать в белоруссию или в абхазию в общем получается как то знаете очень дорого и не бюджетно совсем не бюджетно получается вот смотрите рассматривали белоруссию да там вроде бы как и на бензин не очень дорого но не нашли дешевых санаторий все цены как-то так взлетели на 10-12 дней примерно 160 180 тысяч конечно же цены на белоруссию стали не бюджетные то же самое что и ну чуть подешевле конечно чем слетать там в тот же египет поэтому мы так долго думая отложили пока этот вариант далее я хотела в абхазию в абхазию тоже получается знаете доехать по платным дорогам бензин плюс платные дороги около 30 тысяч за платные дороги и плюс еще трансфер от границы до абхазии люди берут 20 тысяч рублей чтобы вот тебя как бы сопроводить не знаю в общем или мы неправильно поняли но мы когда посчитали получилось у нас знаете мы все три варианта вот рассмотрели третий вариант это лететь на самолете за билеты я заплатила 44 тысячи с копейками 11 тысяч с копейками ребята точно сейчас не помню стоил билет на одного человека в одну сторону значит у нас билеты и плюс проживание на 15 дней в сочи мы сняли квартиру хорошую такую квартиру закрытом комплексе несколько домов все под охраной два бассейна во дворе очень красивая и до пляжа совсем недалеко там по моему написано 5-10 минут рядом остановки электричек автобусов можно доехать любую часть города получилось у нас дорога плюс проживание 70 тысяч рублей 40 тысяч за билеты и 30 тысяч за жилье вот так ну 70 пусть будет 75 75 тысяч полностью трансфер и проживание осталось нам только на питание ну и на развлечение вообще в планах конечно у нас если не будет очень плохая погода хочется посетить олимпийскую деревню красную поляну сходить в какое-нибудь ущелье не знаю какое и очень мне хочется посетить sky парк сочи находится он в ахтырском каньоне и там есть мост sky бридж конечно я не знаю хватит мне и смелости или нет пройти по этому мосту ну вот адреналина очень хочется я вообще люблю что-нибудь такое страшненькое в общем ребята посмотрим хотела посетить бы я собор святого михаила архангела я тебе вот тут на заметочку отметила что мне бы хотелось конечно посмотрим вообще что по деньгам дачу сталина океанариум какой-нибудь один раз ходить в хороший какой-нибудь аквапарк потом воронцовские пещеры ну и наверное на этом все посмотрим для первого раза я думаю будет достаточно что из этого списка у нас получится вы обязательно увидите улетаем мы 29 числа мы 25 выезжаем петрозаводск сегодня у нас 23 завтра у димы день рождения мы побудем дома отметим и 25 марана рано утром выйдем петрозаводск 26 я встречаю с диночкой вначале она мне сделает реснички потом уже идем к детям и будем проводить с ними не 27 числа 27 с утра 7 40 у нас техосмотр машины в общем все очень-очень так знаете плотно запланирован график 27 мы сходим на то потом опять с детьми ну а в понедельник уже понедельник же будет 28 до в понедельник уже все будут на работе дети на работе ариночка в садике так что мы уже сами день проведем и 29 мы улетаем вроде правильно сказал а прилетаем мы 14 вроде бы до улетаем 15 40 в сочи будем по моему 8 вечера как-то так в общем в ту сторону полет длиннее 4 часа обратно полет на полчаса короче три с половиной часа летим на авиакомпании северсталь вот где дима работает с их компании там были самые дешевые билеты прямой перелет петрозаводск сочи сочи петрозаводск вот такие ребятки новости вчера наводили порядке все нам мыли все перестирали рабочие все перестирали вообще навели красоту сегодня придет моя подружка юленька тошенька то у нас дома остается связи с тем что мы летим на самолете ехали бы мы на машине мы бы его конечно с собой бы взяли но остается он у нас дома июля будет приходить каждый день я конечно юле сказала что не надо каждый день приходи хотя бы через день тем более у него авто кормушка еду сама выдает только влажного корма она ведь нет нет я буду приходить каждый день корм давать водичку менять немножко играться с ним чтоб ему было не скучно в общем я уже в телеграме написала да у меня дима попытался свозить тошеньку к родителям но там был просто какой-то кошмар в общем у нас . так плохо себя вел ему было плохо у него какая-то была реакция такая неадекватная дима год даже я испугался он кричал неистовым голосом и шипел и никого к себе не подпускал дима где даже я вот держу его на ручках глажу успокаивая а у него говорит вот уже голоса нет сердце как колотится прямо как как у загнанного зайца дима как я думал что . ночь не переживет и умрет и вот он все так во все стороны вот это вот такие звуки издавал а потом ну вот еще и плюс кричал в общем дима еле-еле дождался утра и утром приехали они стошенькой обратно вот такие дела так что не воспринял новое жилище тоже хотя вот смотрите мы ездили на море мы приезжаем в петрозаводск может потому что не знаю ну и дима же там был стошей все было хорошо вот у родителей категорически прямо плохо плохо наверное он очень не хотел там оставаться в общем теперь наш . дома будет хозяйничать тут один хотела я ему телевизор оставить включенным думаю чтобы работал но как-то для безопасности переживаю наверно отключу из розетки телевизор будет юля юля он знает юля он не боится она к нам приходит частенько и он ее уже знает и по запаху наверно определяет в общем всегда когда она к нам приходит он подходит к ней ластится к ногам так что я думаю должно быть все хорошо ну и надолго он не будет оставаться один я прочитала в интернете столько информации перечитала что котов нельзя более чем на двое суток оставлять в одиночестве они начинают скучать хотя кто что пишет кто пишет что кошки свои нравные и кто им вообще не нужен что было бы только еда в общем я очень переживаю и вот дима когда мне ночью написал это на работе было все эти дни работала дима написал что лена я всю ночь не спал всю ночь тоже кричал я вообще вид как будто ночную смену отработал я думаю как же наш код будет получается еще видите не в каждую квартиру год может зайти вот такие новости у нас все мои хорошие сейчас мы поедем помоем машину приведем ее в порядок к отъезду чтоб все было подготовлено в магазин надо сходить что-то на завтрашний стол купить тортик хочу купить сама ребят готовить не буду вот я имею ввиду торт печь не буду как я делаю это каждый год в этом году будет дима день рождения праздновать с покупным тортиком если что то есть свеженькое в магазине все мои хорошие ну а теперь мы с вами уже увидимся наверно потихонечку буду монтировать видео уже с нашего путешествия я надеюсь что там будет интернет хороший и я могу вам мест очки отсылать я вас всех люблю всех целую всех благодарю что остаетесь со мной сейчас конечно я снимала крайне редко ребята потому что работала работала еще раз работала надо было заработать и на отпуск распланировали и на кредит знаете что у нас очень большой кредит поэтому вот надо было выкручиваться и дима работал и я работала каждый божий день выдохлась конечно полностью но сейчас наберу сил за время отпуска и с новыми силами потом уже в бой ну а сейчас не будем мы работе будем о приятном всем крепкого крепкого здоровья от меня вам ребятушки теплое теплое сердечко будьте здоровы пусть у вас будет всегда хорошее настроение улыбайтесь в любую погоду и непогоду пусть вас посещают только добрые положительные мысли всем пока пока